Всем здравствуйте! Сегодня барбекю пати. Дома иногда хочется организовать барбекю. Я его хочу сделать в японском стиле. Из наших продуктов, которые есть повсеместно во всех магазинах по всей России. Простых продуктов, которые, конечно же, может быть и вам зайдут. И вы посмотрите ролик и решите. Ну а почему бы мне не сделать дома барбекю пати? Такое. На лайтах. У меня, значит, сегодня по плану два ингредиента, которые сегодня будут у меня в барбекю. Кальмар очищенный, тушка, уже разморозился. И говядина. Совсем недорогие стейки, короче. Я нашел, рылся в магазине, нашел недорогие стейки. Я обычно покупаю, знаете, вот хочется, когда мясо, а оно дорогое, я захожу в директорию акции и там нахожу что-нибудь для себя подходящее. Ну и вот это мясо для жарки. Почему я говорю про стейки? Потому что просто какой-нибудь кусок жопы не получится взять. Будет жестко. Вот нужно мясо для жарки. Сезонная редька у меня, она и пойдет на гарнир. Поэтому это не совсем гарнир. Это будет такая подгарнировка легкая. Потому что все-таки я буду делать акцент на шашлычки. А редька вот такая вот зеленая, которая продается везде и стоит совсем недорого. Она у меня пойдет на подгарнировку. У меня в большой сковородке вода. С лаврушкой и солью. Значит, эта вода мне нужна для того, чтобы подварить кальмара. Потому что как только мы переходим к какому-то грилованию или еще к чему-то, мы кальмара должны подварить. Потому что он у нас не фреш, не из моря выловленный. Если вы сейчас сидите в Испании, у вас есть в магазине фреш, тогда, конечно, подваривать его не надо. Просто нарезайте и будете готовить на гриле. Я же обязан просто это все подварить, потому что иначе не получится. Гриле получится суп. Все начнет течь из него и так далее и тому подобное. Доводим вот до кипения. Соль, специи какие-нибудь бросьте, лаврушку обязательно. И, в принципе, все. Сразу подготовьте тазик с холодной водой. Так, пока вода закипает, освобождаем мясо от вакуума. Пусть подышит, придет в себя. Почему я про японскую сказал? Я вам покажу технику, технологию, не знаю, как будет правильно сказать. Как вот Якитори делают шашлычки. Якитори. Значит, как только вода закипела, отправляем кальмарчики вот сюда. Я их пока даже не чищу, ничего с ними не делаю. Потом их будет легче чистить. Все, разочек перевернули. Кальмары, видите, стали непрозрачные. Они, как бы сказать, такие немутные. Вот они по цвету, видите, побелели. И, в принципе, этого уже достаточно для того, чтобы их выкидывать. То есть мы их не варим. Мы их просто нагреваем. То есть чуть подварили, сразу перекладываем в холодную воду, чтобы он у нас перестал готовиться. Видите, вода не кипит, она как бы нагретая. И кальмар ей не дает закипеть. То есть приблизительно где-то 30-40 секунд. Меньше даже. Чик, и кальмар готов. Соус, который в Японии для якитори готовят в больших таких чугунках. И постоянно обновляют, добавляют ингредиенты. И он, как бы в одном вот этом котелке, он живет все время. Значит, готовые шашлычки, которые жарятся без всего, без соли, без приправ. Они окунаются в этот соус и выкладываются на тарелочку, отдаются. Человек съедает там гребешочков, кальмарчиков, того-сего, говядинки. И главное, что вот это все под одним соусом. Соус условный, конечно, если я начну делать его из японских ингредиентов. Вы меня задушите, скажете, Василий, да ты что, совсем с ума сошел, у нас этого не найти. Поэтому я предлагаю его составить условно, назовем его, не знаю, там, давайте, российский такой, якитори. Делается он из густых ингредиентов, конечно же, которые продаются во всех магазинах. Если у вас нет поблизости магазина, в котором продается устричный соус, например, то, конечно, вы можете его заказать по интернету, и вам привезут, и вообще никаких проблем не будет. Соединяем все густые соусы. Устричный, пару столовых ложек. Терияки. Пару столовых ложек. Соевый соус. Одна столовая ложка, он жидкий, и сильно не рекомендуется разбавлять, чтобы он совсем был жидкий. Надо удержать его на густоте. Значит, терияки, говорю, значит, для сладости, для усиленной сладости, я чаще всего использую нашарап, потому что, когда вы его добавляете в терияки с устричным, вы не поймете, чего добавили, это будет только сладость. Ну, а это же гранатовый соус, продается везде, и он как, он кислинку имеет еще яркую свою, это очень хорошо, и он густой. Одну ложку сладкий чили тоже одну ложечку всего, потому что там есть вот эта вот фракция. Лучше через сито, чтобы не было трухи вот этой вот от чили перцев, там от всего прочего. Все, теперь соус будет у нас однородный, без кусочков, без всяких. Размешиваем, попробуем давайте, чтобы понять. Отлично. У меня тут есть мандаринчик. Или апельсинчик, ну, в общем, что-то сладкое, кисло-сладкое. Немного сока, по логике, там должно быть миллилитров 30, максимум 50. Кисло-сладкий, со вкусом ферментации, я имею в виду соевый соус и устричный, и все вместе это превращается вот в такой густой. То есть, визуально вы его не отличите от японского. Но по вкусу, конечно, он будет отличаться, потому что это все-таки продукты в большей степени наши. Потому что и соевый соус у нас сейчас делают, и устричный, в большинстве своем российских производителей. В общем, должен быть глянцевый, классный, такой не очень жидкий, не очень густой. Такой соус, который будет обволакивать потом наши шашлычки. Я его пока убираю. Значит, под гарнировка. Редька. С редькой тут все несложно. Я даже сказал, проще паренной редьки. Зеленую редьку чистим. Можно любую другую. Дайкон там, что есть. Все взаимозаменяемое. Я, в общем, уже пометуя те наезды на меня от моих подписчиков, что типа это не найти, это не туда, не сюда. Ну, подумайте. Вот просто я вам даю как бы вариант, потому что с редькой вкусно. Редьку Азия вся ест. Это и достать несложно. Будет черная редька. Значит, ну, почистите, у вас будет белая соломка, не зеленая, как у меня там. То вообще, вот какая будет редька, такую и используйте. Ух ты, сухая внутри. Вот это тоже в магазине берете, так и раз, она сухая внутри. Вот, смотрите, видите, белого много. Крошится она, не сочная. Ну, а что делать? Я хотел из редьки под гарнировку. Буду делать из редьки. Ой. Что-нибудь дано собираю там. Видите, она ломается прям. Вот, все. Этого будет, в принципе, мне хватит. Потому что я не пожрать, а так закусить. Значит, вот. Делаем что? Фильтрованной воды. Наливаем так, чтобы у нас редька, ну, плавала в ней. Прям, видите, прилично плавала. Она сейчас напитается водой, станет посочнее, поприкольнее. Значит, сюда добавляем соль. Чуть-чуть сахарок. Яблочный уксус. Ну, там, пару столовых ложек влейте. И вот я смотрю на морковочку, на оставшуюся, думаю, а вот почему бы нам сюда не добавить морковочки? Ну, красивая морковочка. Ой, шикарно будет вместе. Все, теперь все это размешиваем. Все, пусть она помаринуется немножко. Напитается водой, морковка тоже будет вкусная. Соль, сахар, уксус. Не хотите уксуса, добавьте, значит, туда лимонной кислоты. Значит, подгарнировка готова. Вот тут же она прям становится такой прям тяжелой и моментально впитывает влагу. Все, красиво будет. Мясо нарезаем полосками. Значит, здесь жилка какая-то есть. Стейк сам очень тонкий. Ну, а что вы хотели на распродаж-то? Что он там будет? Что-то эдакое, что ли, будут? Вот такими пластинками сантиметра полтора нарезаем. Обязательно с жирком. Если он есть, если нет, значит без жирка. Шпажки. И прям вот таким образом берем ленточку и гармошечкой ее насаживаем. Все поджар. И вторую ленточку тоже сюда же. То есть по две ленточки на каждую шампур. Там смотрите, если у вас шпажки совсем короткие, то может там и по одной ленточке, не важно. Важно маленькие кусочки, тоненькие. И ничего не подмариновано. Потом немножко их расправляем так, чтобы было видно, что у нас вот такая вот зигзагообразная форма у шашлычка. Теперь кальмары. Значит, с кальмарами тут все нехитро. Разрезаем их вот так. Смотрим, что у нас тут. Все нормально. Нарезаем вот такими вот лентами. Здесь все то же самое. Кальмар, кстати, я вот часто пользуюсь такой техникой на ужинах. В ресторанах. Так удобнее всего готовить кальмара. И визуально смотрится симпатично. Раз ленточка, два ленточка. Выглядит симпатично, гармонично. Жарить удобно, есть удобно. И самое главное, что он же уже чуть-чуть подваренный. Поэтому долго жарить его нельзя. Соответственно, нужно жарить быстро. Все логично. Надо поставить нагреваться гриль. Это я сейчас доделаю. Значит, смотрите. Познакомлю вас с моим новым гаджетом. Это гриль Red Magnum Collection, который вы сможете с легкостью приобрести в магазинах Магнит. Значит, в чем преимущество? Во-первых, это линия бытовой техники, созданная популярнейшим брендом в России Redmond. Вот видите, Red Magnum Collection. Простейший гаджет. Очень удобный и доступный для домашнего использования. Значит, здесь есть поддон для жира, который будет стекать во время приготовления. Значит, раскладывается на 180 градусов. Я, соответственно, буду сегодня именно в таком виде его пользовать. Вот эти вот панельки все отстегиваются. Тык, кнопочкой. Моется в посудомойке. Здесь с моей стороны рычажок, который позволяет грилю раскрыться на 180 градусов. Я, в общем, и буду использовать его на все, так сказать, 180 градусов. Раскладываем. Это же барбекю пати. Здесь как раз два канальца, которые в поддон сливают масло. И этот поддон можно потом в посудомойку отправить, помыть вместе с этими панелями. Ну и для того, чтобы получить технику Red Magnum Collection, а коллекшн действительно большой, там всего полным-полно для кухни, нужно ничего особенного не делать. Нужно совершать покупки в магазинах магнит и собирать магнитики. У нас собирали магнитики, электронные или бумажные. И обменяете на эту технику с доплатой. Скидка будет до 58% в зависимости от того, какой гаджет вы хотите приобрести. И, конечно, ссылочки я всегда пишу внизу под роликом. Обязательно заходите, смотрите, там много всего интересного. Скачайте заодно и приложение магнит. Здесь антипригарное покрытие, которое позволяет жарить без масла. Но в моем случае масло чуть-чуть надо будет. Вообще японцы, конечно, жарят на сухую, но мне нравится, когда чуть-чуть маслом смазываем. Все, выкладываем. С этой стороны может быть говядина, курица, рыба, что хотите. С этой стороны кальмарчик. Хотите, даже можно соус вот сюда поставить сбоку и подогреть. Немножко, знаете, чтобы он теплый стал. Все, жарим до готовности. Все, соус нагрелся. Теперь на финалочку. Делаем вот так. Через один. И все, там в самом конце, как бы, чик, прям на несколько секунд, так сказать, дать ему жару. Оп. Да, забыл сказать, еще книга рецептов в подарок. 55 штук в комплекте. В смысле, книга в комплекте, а 55 рецептов здесь по тому, как можно с этим прекрасным гаджетом общаться. Ну что, все. Выключаем, вынимаем. И вот здесь у нас идет соус. Обильно смазываем, не стесняемся, потому что это все очень-очень вкусно. Конечно, круто макать такую баклажку в огромную, целиком, шашлычок в соус. Раз, вынул, типа. Ну, не тут-то было. У меня-то нет такой баклажки. У меня маленький он, тазичек. Тазичек. Пуговка. Ну что, моя зайка, сейчас я тебя накормлю. Подожди, шашлычки не для тебя. Я понимаю, что вкусно тут пахнет все это, конечно. Ну что ты, моя зайка. Ну что ты, моя пуговка. Ну что ты, моя крошка. На запах пришла, да? Да, вкусно пахнет. Конечно. Давай, иди. Пока, подожди чуть-чуть. Так, под гарнировка у меня выходит. Смотрите, в чем глобальный смысл окунания шашлычка прямо в эту баклажку большую с соусом. Вот как раз, видите, вот эти все соки, которые остаются, они, конечно, должны быть возвращены вот сюда. Но только это не на доске делается, понятно, что я так делаю, потому что мне так удобнее. Я не делаю 20 литров этой штуки, да? Все эти соки, вот как раз этот соус обогащается этими соками. Ммм, мм, 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 мм. Ммм, мм, мм, нежнятина. Вкуснятина. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Не забывайте, что внизу под видео всегда есть много всякой интересной информации. Ссылки на производителей, на мой магазин, на то, на сё. Ну, в общем, смотрите, заходите, иногда там читайте. Пока.